Первая, нормально протекающая беременность у резус отрицательной женщины, резус положительным плодом, как правило, заканчивается рождением здорового ребенка, так как его эритроциты попадают в кровоток матери в небольшом количестве. В организме матери начинает вырабатываться антирезус антитела. У вас первая беременность? Да. Раньше, до наступления этой беременности, операций с переливанием крови не было? Не было. Вам известно, что у вас кровь резус отрицательная? Известно. Ребенок родился с кровью резус положительный и ваш ребенок здоров, что, как правило, бывает при первой беременности. Я знаю, что у резус отрицательной женщины рождаются дети иногда с заболеванием желтухи. Это гемолитическая болезнь новорожденных, которая сопровождается тяжелой желтопой. Как правило, гемолитическая болезнь новорожденных развивается при повторной беременности у резус отрицательной женщины, беременный резус положительным плодом. Поэтому после рождения вашего ребенка вам с профилактической целью был введен антирезусный иммуноглобулин. Вы планируете еще иметь детей? Введение в первые 24 часа после родов антирезус иммуноглобулина внутримышечно в дозе 300 микрограмм способствует быстрая иллюминация эритроцитов плода из кровотока матери, предотвращая у нее синтез антител. Если иммуноглобулин не вводился, при повторной беременности антирезус антитела попадает в кровоток плода, вызывая гемолиз его эритроцитов. Развивается гемолитическая болезнь новорожденных. Наиболее распространенной является желтушная форма заболевания. Желтуха появляется в первые, реже на вторые сутки после рождения. Интенсивно нарастает, что требует проведения неотложных мероприятий. Билирубиновая интоксикация вызывает вялость, снижение двигательной активности, срыгивание. Увеличение печени и селезенки обусловлено возникновением очагов экстрамедулярного кроветворения следствия развивающейся анемии. Отмечается мышечная гипотония в руках, ногах, врожденная безусловная рефлексы, галанта, переса, ползанья снижены. Лечение гемолитической болезни новорожденных. Операция заменного переливания крови проводится при почасовом приросте концентрации непрямого билирубина более 6 микромоль литр. В комплексном лечении используется фототерапия, инфузионная терапия, назначаются энтеросорбенты, витамины Е, С, группы В.